Итак, давайте поговорим о шести мифах. Всего несколько минут о шести мифах. Я хочу поговорить о художниках, о продаже искусства и этом бизнесе. И даже больше о тех шести вещах, реальных вещах, которые каждый из вас, возвратившись домой, может сделать самостоятельно. Ни одна из этих вещей не будет дорогой. Возможно, это отнимет ваше время, но точно не будет дорого. Итак, миф первый. Вы должны заниматься продажами своих работ, чтобы стать богатым художником. Я слышу это на каждом шагу. Продажи — это борьба, если я хочу делать это. В действительности, если вы художник, то вы и бизнес, и бренд. Даже как зубную пасту можно продавать разными способами, это относится и к искусству. И сегодня мы поговорим об этом. Но делать деньги в искусстве — это уж точно не заниматься продажами. К сожалению, многие художники двигаются именно этим путем. В сегодняшнем нашем разговоре я надеюсь опровергнуть этот миф. Миф второй. Прежде чем я смогу продавать свое искусство, у меня должен появиться агент или собственная галерея. Я не говорю, что картинные галереи умерли. Это не так. Они навсегда останутся частью искусства и культуры. Когда вы покупаете дорогую картину или инвестируете в это дело, вполне вероятно, что вы захотите увидеть человека или, возможно, поговорить с экспертом перед своей покупкой. Но что наиболее волнующее во всем этом, это то, что сила искусства перешла из рук руководителей и владельцев галерей, издателей, музыки, лейблов в руки художников. И все это произошло при помощи интернета. Если же взглянуть на издательское дело, таких компаний, как Dorp, Lulu, позволяют вам издавать свою собственную книгу и быть в состоянии продать ее. И даже если издатель не хочет заключать контракт с вами, вы можете поставить все это к черту и заняться этим делом самостоятельно. Это вещь, которая дает дополнительные полномочия. И та же самая вещь происходит в изобразительных искусствах и в музыкальной индустрии, где с появлением iTunes полномочия приходят в руки создателей. Миф третий. Вы должны быть технарем, чтобы продавать свое искусство онлайн. Это уже давно не так. Сегодня очень легко стать активным участником социального общения, более того, создать свой веб-сайт или веб-блог. То, что вы можете знать о технологиях, по факту начинает продавать искусство уже завтра. А те вещи, о которых мы с вами говорим сегодня, помогут продавать свое искусство уже на следующей неделе. Миф четвертый. Продавать искусство онлайн дорого. Это только миф. И сегодня мы поговорим о тех способах, которые позволяют продавать предметы вашего искусства посредством использования сети интернет дешево или вообще бесплатно. Миф пятый. Создание копий моих работ уменьшает их художественное значение. Это уже давно не относится ни к музыке, ни к другим формам искусства, особенно, что касается изобретательных искусств. У меня достаточно опыта, чтобы говорить о художниках и иллюстраторах, которые оказывали в таких условиях, что были вынуждены продавать копии своих работ. Но от этого они не проигрывали, а их искусство никаким образом не теряло свое художественное значение. Миф шестой. Если я подниму цену на свои работы, то смогу получить больше денег. На самом деле все как раз наоборот. Вам необходимо иметь работы, которые относятся к разным ценовым категориям, для различных людей, чтобы каждый из них смог покупать ваше искусство. Искусство также имеет свой спрос и предложение. Сегодня мы также поговорим о том, как можно уменьшить цену на ваши работы, не превращая это в распродажу, не удешевляя ваше искусство и без негативного отражения на увеличение дохода. А теперь я дам вам шесть советов в своих выразных подсказах, которые помогут вам начать действовать уже завтра. Правило номер один. Изучите самого себя. Вы должны понимать, кто вы есть в качестве художника. Но, что еще более важно, вы должны понять, кто есть ваш клиент. Если вы пытаетесь продать музыку, искусство, фотографии, вы должны понимать, кем являются ваши клиенты. В этом истина. Искусство является личной формой выражения. И это необходимо видеть в каждом человеке. Если вы хотите продавать свое искусство, вам поможет понимание того, кто его может купить. Будет ли это богатый биржевой маклер с Манхэттена? Или простой парень с Хан Хосе? Или адвокат или работник аэропорта? Попытайтесь понять, кого вы можете продать свое искусство. Только тогда вы сможете создать определенный интерес к своим художественным работам. Все они будут говорить о вашем искусстве. Запоминайте все это. Именно определения людей смогут помочь вам в создании интереса к своему искусству. В случае с ДНК-11, наша компания сделала искусство из ДНК. Я повторяю, это просто замечательно. Возможно, кто-то придет к вам сегодня домой и скажет, а знаешь, я сегодня видел необычную вещь. Парень создает картины из ДНК людей. Возможно, вам это не понравится. Возможно, вы не будете это покупать. Но говорить об этом вы точно будете. И это еще одна вещь, не требующая никаких затрат, но которая сможет поднять ваше искусство на совсем другой уровень. Заставить людей говорить о вас и вашем искусстве. Это одна из лучших форм маркетинга, чем-то схожая с Арафаном Радио. Творите великое искусство. Вы можете посещать неограниченное количество наших семинаров, вы можете использовать любую маркетинговую тактику, но если ваше искусство не является великим, которым восхищаются люди, то нет ничего, что смогло бы превратить его в такое. Итак, единственная вещь, которую вы можете сделать, это попытаться быть лучшим художником, которым вы только можете быть, и творить великое искусство, надеясь, что понравится людям. И наконец-то поймите то, что является вашим брендом. Поймите, кто вы как человек, поскольку по сути то, что вы продаете свое искусство, вы продаете самого себя. Вы часть всего этого. И теперь еще одна важная вещь, которую я действительно хочу сказать. Никто не может заставить вас отдавать свое искусство, пусть это будут картины, фотографии или даже музыка бесплатно, с той единственной целью, чтобы люди смогли ознакомиться с ним и понять, хотят ли они это покупать. В случае изобразительных искусств наблюдается огромное изменение. Например, это похоже на то, как появилась возможность записывать музыку на пленку. Также и в изобразительном искусстве, когда холсты стало возможно печатать. Это неважно, но возможно вы возьмете свою оригинальную художественную работу и создадите ее уменьшенный вариант. Появилась возможность неограниченного выпуска, неограниченного выполнения заказов, например, в случае с открытками. Таким образом, люди смогут покупать ваше искусство без необходимости тратить 5000 долларов лист на то, чтобы получить возможность купить вашу работу. Таким образом, ваше искусство покупается чаще, а интерес к нему только растет. Но сколько же потребуется времени на то, чтобы достигнуть этой большой продажи? В это время можно продавать репродукции. Это они тоже спросят для тех, кто любит искусство. Многие люди выражают к этому интерес. И возможно, дело даже не в цене. Есть 5-10 тысяч долларов. Так почему бы не создать репродукцию той фотографии, той картины, не позволить людям покупать ее за 500-200-300 долларов? Ситуация такова, что в мире больше людей, которые могут позволить себе купить дорогую репродукцию за 200 долларов, чем ее оригинал за 2000 долларов. И если это не 2000 долларов, а, к примеру, 10 тысяч долларов, то и репродукция будет стоить дороже. И это о том, что я уже когда-то слышал. Бедные продают богатым, богатые – бедным. И, по сути, продать свои работы бедным людям намного легче, нежели продать богатым. Продвижение товаров на рынке – это моя личная боль. Я никогда бы не хотел видеть наши работы, например, на кофейных чашках. Но, вы знаете, существует возможность продвигать и продавать товар согласно его же природе, удостоверившись в том, что это соответствует вашему бренду и вашей основной цели. Создать свой веб-сайт очень просто. И если сравнить веб-сайт и веб-блог, то видение веб-блога я нахожу куда более полезным, поскольку он напоминает что-то вроде дневника коротких мыслей. Лично я для своего блога использую WordPress.com. Но существует множество самых разных вариантов программного обеспечения. Еще один главный момент сегодня – вход в социальную среду. Итак, несколько вещей, в которых вы должны быть задействованы. Кто из вас зарегистрирован в Твиттере? Да, Фейсбук. У сколько из вас уже существует группа поклонников вашего искусства? Отлично. И мне это нравится. Поэтому быть художником в социальной среде – это не только зарегистрироваться в социальных сетях, это намного больше. Если вы умеете писать, отлично было бы завести свой блог. Также вы можете делиться своим искусством с другими людьми на других блогах. Это два отличных способа продвигать свое искусство. В любом случае, необходимо делиться своим материалом, ведь это то, что предполагает социальное общение. Когда вы начинаете делиться своим искусством с другими людьми, вы переходите к диалогу с вашими потенциальными клиентами. И постепенно начинаете завоевывать славу. Создание интернет-магазина. Ранее я говорил о том, что еще не было лучшего времени, чем сейчас, чтобы создавать и продвигать искусство онлайн, например, посредством интернет-магазинов, из-за которых создается целое сообщество в мире искусства. Это и мои друзья, и я знаю их лично. Многие из них принадлежат к сообществу Bayer.com. Огромное количество художников любят искусство именно за продажу. Представьте клиента, который родился от общения с конкурентами, у которых действительно есть очень хорошее художественное сообщество. И это является огромным рынком для искусств всех видов. Чем удивительные достопримечательности заставляют вас посещать себя? Итак, достижения. Что же это означает? Разговоры помогают получить огласку. Огласка помогает получить интерес. Интерес помогает получить внимание. Внимание помогает получить продвижение. Продвижение помогает получить продажи. И таким образом, поскольку ранее я упоминал LNK11, картины существуют в необычной форме, которая сегодня представляет собой интересы для социального общения, придавая им огласку. Но по сути, давайте говорить об общих правилах, согласно которым мы действуем. Если люди не знают вас, вы не можете продать свое искусство. Возможно, этот факт расстроит некоторых людей, но мое мнение – не превозносите роль публициста. Я говорю, это из опыта. Другое дело, если это часть вашего внутреннего ресурса или вашей команды. Но пиар фирмы работает на своем уровне, где среди огромного числа клиентов основного внимания отдается тем из них, кто платит больше. Никто не сможет сделать подачу вашего искусства с большим интересом и большей энергией, чем сам художник. И журналист захочет говорить с вами больше, чем публицист. И тогда вы понимаете, кто вы есть на самом деле, что вам движет, что является вашей страстью. И именно поэтому я категорически против того, чтобы не понимать публициста, о чем мы сегодня и говорим. Это то, что каждый из вас может сделать сам. Это очень простой процесс. Но какова же ваша точка зрения? Что я подтверждаю под этим? Вернемся к вашему бренду. Именно поэтому самые большие проблемы не в том, чтобы все в мире узнали о вашем искусстве, о ваших художественных работах. Именно понимание собственной точки зрения является первым ключом к получению огласки. Подача необходимого материала правильным людям для написания публикаций также является ключом. Никогда не представляйтесь географически. Это то, что я вижу постоянно. Мир искусства — это многомиллиардный рынок. И это не просто в местном масштабе. Вы можете продавать свое искусство по всему миру. И, наконец, подумайте о моей последней мысли. Более талантливым художником является... Я заметил, что именно скромность играет большую роль. Это замечательно быть скромным, но все же в конце дня необходимо мысли широко, поскольку иногда нужно просто уметь сказать людям, насколько великое ваше искусство. Продавайте свою историю не только через журналы, но и, в конечном счете, вашим верным клиентам. Ведь широкие мысли — это большие мечты, которые не требуют дополнительных денег. И если это значит, что у вас огромное видение, которое позволяет вам становиться все более и более успешными, таким образом все это подходит для реализации каждого из вас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...